Здравствуйте, дорогие зрители канала Лес Сатай Огород. Мы уже делали с вами самый полезный завтрак, самый полезный обед. Вы просили, а что же на ужин? А на ужин у нас будет вот такая вот скумбрия. Но я хочу сегодня, чтобы скумбрия была только скумбрия, без овощей. Поэтому будем делать еще гарнир. Духовку я включила до 200 градусов, разогревается. Рис я промыла. Сейчас нарежем айву. Я взяла айву, можно заменить морковью, яблоком, болгарским перцем. Сегодня хочется сделать с айвой. И нарежу айву на такие вот кусочки. Вот я рис промыла, серединку мы убираем. Кстати, вот эта серединка и семечки очень полезные. И в воршочках сделаем отдельно гарнир. Я на дно буду добавлять немножко кусочков айвы. Затем здесь у меня почти стакан, 200 граммовый стакан, потому что 250 граммовый, не полный, риса. И я буду делать два горшочка для себя и для своей половинки. Вот на середину рис. Затем я опять вот эту семенную коробочку уберем. И опять нарежем. Ну, можно и такими дольками нарезать айву. Сверху опять айву. Вот. И вот так сделаем и другой горшочек. И зальем кипятком. Вот, друзья, я сюда половинку, в один горшочек, половинку стакана риса, половинку айвы. И сейчас вот половину чайной ложки я добавлю совсем чуть-чуть соли и залью вот это вот всё кипятком. Больше мне ничего не хочется добавлять. Вот примерно по стакану кипятка. Я скипятила два стакана водички. Заливаю кипятком. Духовка уже разогрелась. Так как рис у нас готовится дольше, чем рыба, мы уже будем рис готовить. Нет, сюда вот так, крышка это больше. Вот, рис уже будет готовиться, а мы займёмся рыбкой. Совсем забыла пару кусочков сливочного масла добавить. Ну, в моём возрасте это простительно. Всё, теперь уже точно в духовочку отправляем. У тебя самый прекрасный возраст. Я не спорю. Да. Вот рыбку нужно выбирать свежую. Мы купили её уже, она размораживалась на рынке. Замораживать уже вторично мы не хотели и решили сразу же её приготовить. Она вот свежая. Мы видим при нажатии, она принимает свою форму. Вот, нет повреждений никаких. Открыли, вот смотрим, жабры яркие, не серые, а красные. Значит, рыбка отличная, принесёт нам только пользу и никакого вреда. Сейчас мы её очистим хорошенько от внутренностей, промоем, чтобы она была чистая. Вот здесь брюшко всё чёрненькое уберём, потому что оно будет давать горчинку. Ну и избавим вас от этих нелесцеприятных зрелищ. Почистим за кадром. Постараемся вот выдавить немножко лимона. Сока. Сока лимона где-то ложки две, думаю, хватит. Вот, я истолкла пару зёрен совсем немножко кориандра и чёрного горошка перца сюда добавлю. Затем добавлю соли для рыбки. Я взяла вот морскую соль. Теперь, где моя куркума, совсем немножко добавлю на кончике ложечки, вот так. Совсем чуть-чуть куркумы. И всё вот это перемешаю. И смажу нашу рыбку вот этой смесью. Скумбрию нашу мы очистили от плавников, удалили хвостики, помыли её, мыли холодной водичкой, горячей её мыть нельзя. Вот, чтобы не было ничего чёрного, и вот здесь вдоль позвоночника выступает кровь, её также нужно полотенцем бумажным промокнуть. Вот, и теперь вот этой смесью с приправками, я не хочу много приправ и не хочу в этом рецепте никаких овощей. Хочу просто рыбку, ну немножко кориандр, думаю, не помешает. Вот, смажу хорошо вот так её. И вот здесь внутри, чтобы она была... Жабры удалены, да. Жабры удалены, да, все. И вот так мы выкладываем её. Даже не хочу ставить никакой подушки из лука. Иногда мы делаем подушку из лука, фаршируем луком, морковью. Но вот сейчас мне захотелось вот просто чисто рыбки. Даже её надрезать не буду. Вот, чтобы она была свой, как бы естественный такой вкус. Это что-то не очень не помещается, её надо немножко вот под углом. Так это ж хорошо, чем крупнее скумбрия, тем вкуснее. Вот сюда ещё мы лимончик добавим, вот этот сок. Сверху также ещё. Даже не хочу ни маслом, ни растительным, ни оливковым, ни подсолнечным, никаким. Потому что рыбка жирная, скумбрия отдаст и так свой жир. Я для... Ну сейчас руки помол. Вот разве что я добавлю подольки айвы и подольки лимона. Мы отжимали уже с него сок. Вот и сюда, и сюда. Ну и всё, больше ничего не буду добавлять. Накрываю это всё фольгой. И под фольгой оно будет запекаться минут 15. Затем я сниму фольгу, чтобы немножко оно взялось корочкой. И ещё минут 5-7 буду уже запекать без фольги. Отправляю нашу рыбку к горшочкам. Там уже рис полуготовый. Ну вот, друзья, рыбка выпекалась. 10 минут закрытая фольгой. Затем я открыла фольгу. И ещё 10 минут она у меня вот так вот подрумянивалась. Аромат неимоверный. Здесь у меня уже вот накрыла я горшочки с рис сайлой. Кстати, если кто-то не любит рис или нельзя, можно заменить гречкой, пшеном, да чем угодно, пюрешкой. Ну вот такая у нас рыбка получилась. Благодаря палочкам она даже немножко пустила жиру. Вот мы сейчас её аккуратненько вот так подденем. Благодаря палочкам она у нас не пригорела. Вот, и будем пробовать нашу рыбку и наш гарнир. Вот так, насыпаем сейчас рис. Иван Атанасьевич, тебе поделимся на ужин один горшочек, а потом на завтрак один горшочек, или ты скушаешь целый горшочек? Ну, дели пока, а потом погляди. Рис, друзья, аромат Айвы, это просто объедение. И сливочного масла, рис получился рассыпчатый. Вот, рыбки тебе сколько? Рыбки мне сколько, не знаю даже. Ну, вот так кусочек, да? Сейчас ты меня продегустируешь, скажешь. Да, надо было вообще одну рыбку систо и всё. Да. Польза, так польза, да? Да. Ну, и сейчас я себе насыплю. Ну? Ну, пробуй ужин. К такой рыбке, конечно, полагается белое вино. Но белого у нас нет. Есть виноградно-абрикосовое. Оно не совсем белое, но явно не красное. Это тоже такой аромат. Это вино, да? Ну, да. Еще ты первый раз открыл для такого случая. Я еще не пробовал. Ну, так ты же не знала, что у меня есть. Ну, сначала понюхаю вино. Ну, это ты будешь сценить, как это стало. А это подроцениваю я. Аромат нюхать не можешь, чтобы надо пробовать. Ну, рыба... Ой. Да, кстати, 10 раз репетировала, потому что, когда мы снимали маринованную скумбрию, я говорила скумбрия. Ну, так у нас говорят в регионе. Скумбрия, а не скумбрия. И все меня исправляли скумбрия. Ну, вот перед этими съемками, я 10 раз перед съемками сказала скумбрия, скумбрия, скумбрия. И в итоге вначале все равно сказала скумбрия. Так что я знаю, что скумбрия. Ну. Знаешь, классно. У нас Алеша, наш повар ресторанный, когда делал на мангале, на решетке. Помнишь, да? Он в конце сбрызгивал соком. Ну, тут можно, ну, да, тут же лимончик есть. И лимончиком. Ну, вкусно, классно вообще. Ну, я думаю, что там кислинка. И от лимонного сока есть, и от айвы. И в рисе также кислинка есть. И сочетается. Вот попробуй, ну-ка, глоток, попробуй. Вина. А, ну да, цега. Я попробую. А, шо ты за рисом? А если успею? Ну, попробуй. А ты рыбку и запить глоточком от этого вина. Посмотри. Ну, это даже не вино. Это что-то сладенькое такое, божественное. Опасное, как компотик. Можно выпить целый стакан, но потом... Ну, опасно в компании мужчины пить женщиного вино. Ну, то ты расскажи рис, расскажи рыбка. Рис рассыпчатый. Такий вкус... Ммм... Рис и айвы... Ну, сочетается прекрасно. С айвой это то, что надо. Не зря мы так любим его. А рыбка хорошо испеклась? Да рыбка бесподобна. Рыба что? Рыба, она испеклась. Главное, вкусовые качества. А ты это, ты довела. Молодец, умница. То, что надо. Да, ну так долго я буду смотреть, пока ты кушаешь. Я этот кусочек съем, потом тот. Скушаю сначала свой, а потом и с тобой твой. Не, одну скушаем, а одну на завтрак. А, я думал, я сначала своё, а потом оба твоё. Ну, шутить интересно, когда кушаешь, а когда я голодная, ты не очень. Так что... А Винчик попробовала? Так что давай друзьям до свидания. Спасибо, друзья. Извините, если что не так. До свидания. Ужин изумительный, сказочный, классный. Ну, вроде бы вполне доступный. Скумбрия очень вкусная. Рис можно заменить любым гарниром. До свидания. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. И всего вам наилучшего, друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.